Знак рака, который имеет исключительную важность, потому что он произрастает, и как растение он идёт вот так вот вверх. Если у растения нет корней, ну на что можно опираться? Знаете, смотришь иногда вот знак, да, вот рак, как он проявлен у человека. И когда он как-то очень хорошо проявлен, как это хорошо, тоже поговорим, но просто я сейчас о понятиях, то мы понимаем, что человеку небезразлично. Его прошлое, его генеалогическое древо, история, она для него исключительно важна. Нет там, условно говоря, у тебя прошлое, но ты никто, да, ты пытаешься вот это наработать, но ты находишься без корней, просто какой-то там стебелёк, который растёт вверх. Поэтому так важна вот эта суть. Но здесь-то мы видим основной жизненный век, просто самое, можно сказать, основной. Если уж мы себя ассоциируем с каким-то таким рвущимся к небу неким существом, да, то мы рождаемся и куда-то мы стремимся. И вот у нас знак Козерога. Он и определяет наше достижение. Это наш дом, это наши корни, а это то, во что мы выросли. Во что мы превратили вот то, что у нас есть. Вот это мы зачем шли? Зря? Нет. Мы формировали, формировали, мы что-то делали, и вот наш результат. Вот к чему мы пошли, дошли. Это то, куда нам надо двигаться. Козерог как уровень, концентрация максимальной силы, желание идти вперёд. Ну, естественно, он обладает определёнными качествами. Упорство нереально, концентрация сил просто удивительна. И необходимостью просто, скажем, ничего не видеть, не слышать, чтобы добиться своего. Поэтому вот это очень важная точка достижения того, к чему мы стремились. А сколько козерог очень такой знак, как мы понимаем, требующий такой концентрации и централизации, то я вот просто сейчас приведу небольшой пример. Многие из вас знают меня как раз потому, что я занимаюсь геополитическими прогнозами, и кажется, что это так мало пересекается. А ещё как пересекается. И здесь у нас сейчас будет основной, скажем, бой. Вот эта попытка централизировать, централизовать, я бы сказала, власть, деньги, управление в единых руках. За что сейчас идёт такая борьба? Потому что вот здесь сейчас, в Азероге, находятся основные планеты. Они постепенно собираются туда, и они поэтому создают вот такую прижимистость. Мы сейчас все на себе вот это ощущаем, материальную прижимистость. Вот когда нам приходится немножко подвязать пояс. И все говорят, ну когда мы расслабимся, ну что это такое? Ну вы же понимаете, что исторические процессы напрямую связаны с тем, как работает вот эта система.